Морская служба Коперникус является одной из шести запущенных Евросоюзом для мониторинга земли и моря. Благодаря ей вся морская информация доступна теперь в Эстонии, причем в режиме реального времени и вне зависимости от того, кто их запрашивает. Будь то университет для проведения какого-либо исследования, бизнесмен в качестве основы для бизнес-плана или рядовой житель страны для удовлетворения своего любопытства. Наш Коперникус — это прежде всего механизм для стимулирования регионального развития. Мы осуществляем мониторинг и моделирование данных об окружающей среде и подоставляем ее конечным пользователям в удобном виде. И на основе уже обработанных данных им проще принимать решения во всех сферах — от научных исследований до ведения бизнес-деятельности. Расположенный во Франции неподалеку от Тулуза исследовательский центр «Меркатор Оушен» специализируется на анализе и прогнозировании состояния мирового океана. Данных спутниковой разведки более чем достаточно для сиюминутного контроля наших морей. Сложность состоит в их обработке и предоставлении конечному пользователю. В сотнях терабайт информации, доступной в архивах, бывает очень трудно найти конкретные данные. Но теперь переведенные, как говорят ученые, на человеческий язык данные будут удобны прежде всего морякам. А больше всего в данных мониторинга нуждаются именно они. Своевременное предупреждение об изменении ветра или течений может помочь оптимизировать курс корабля, например, с тем, чтобы уменьшить время в пути и сэкономить топливо. Очень важно подоставить доступ к нашим услугам здесь, в Эстонии, где вы строите дигитальную экономику. А значит, при вашем уровне развития нашими услугами из больших данных смогут пользоваться и частные, и общественные структуры. И, естественно, огромную пользу Коперникус принесет защитникам окружающей среды здесь, на Балтике. Экологическая проблема номер один на сегодняшний день — избыточное поступление в акваторию азота и фосфора в результате смыва с удобряемых полей, с коммунальными стоками городов и отходами некоторых предприятий. В силу своей полузамкнутости Балтика имеет крайне ограниченное сообщение с Мировым океаном, что делает его очень чувствительным к действиям человека. И любой недобросовестный аграрий или владелец химзавода должен знать, что его загрязненные воды станут видны после анализа умным Коперником на весь мир. Важны данные о состоянии моря в реальном времени и для спасателей при прогнозировании наводнений. Ведь предупреждение за несколько часов до беды может спасти не одну тысячу жизней. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.